Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Центробанки выносят золото из западных банков, сезон скидок на российскую нефть подходит к концу и как США пополняет российский бюджет. В первом полугодии 23-го года товарооборот России с Китаем вырос на 40%. За первые полугодия 23-го года товарооборот между Россией и Китаем составил 114,5 миллиардов долларов. Это на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных китайской таможни. Взгляните на эти цифры. За январь-июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на 52,28 миллиарда долларов, что на 78,1% больше, чем в прошлом году. Поставки из России в Китай выросли по сравнению с 22-м годом на 19,4%, составив 62,26 миллиарда долларов. За июнь товарооборот стран составил 20,8 миллиарда долларов. Россия ввезла в Китай товаров на 11,28 миллиарда, а КНР поставила продукции на 9,55 миллиарда долларов. Напомним, что в 22-м году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении, до 190,3 миллиарда долларов. Это стало рекордным показателем совместной торговли двух стран. Экспорт из Китая в Россию увеличился в 22-м году на 12,8%, до 76,12 миллиарда долларов. При этом импорт из России в Китай вырос на 43,4%, до 114,15 миллиарда долларов. Положительное сальдо России увеличилось почти в три раза, до 38 миллиардов долларов. Чем торгуем? Безусловно, энергоресурсы занимают более 80% всего объема российских поставок в КНР. Остальное приходится на металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. Китай же поставляет в Россию легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления. По мере увеличения объема в торговле, стороны все чаще используют рубли и юани в расчетах друг с другом, вместо долларов и евро. Очевидно, что объем российско-китайской торговли растет явно с опережением планов. В начале года Владимир Путин уже отмечал быстрый рост товарооборота между Россией и Китаем и говорил, что он может достичь 200 миллиардов долларов раньше 2024 года. Если так пойдет и дальше, намеченный план может быть выполнен и перевыполнен уже в 23-м. Эксперты считают, что такие сумасшедшие темпы роста торговли России и КНР объясняются еще и тем, что китайский бизнес активно занимает на российском рынке свободные ниши, которые оставляют западные компании. Интересно, что товарооборот Китая с США за первые месяцы этого года наоборот сократился на 14,5% по сравнению с прошлым, составив 327 миллиардов долларов. Снижение наблюдается в основном в экспорте из Китая в США. Он упал на 17,9% и составил 239 миллиардов. Поставки из Штатов в Китай сократились на 3,7% по сравнению с прошлым годом, составив 87,9 миллиарда долларов. Товарооборот между странами за июнь достиг 56 миллиардов. Китай ввез в США продукции на 42,69 миллиарда, США в Китай на 13,97 миллиарда долларов. Очевидно, что одна из главных причин снижения экспорта КНР на Запад – это замедление экономик еврозоны и США на фоне роста процентных ставок в этих регионах и высокой инфляции. На данный момент Вашингтон вместе со странами Евросоюза и ОСЕАН по-прежнему остаются ключевыми торговыми партнерами для Китая, поэтому это сказывается на состоянии внешней торговли КНР. Однако немаловажную роль играет и нарастающее напряжение между Китаем и США. Китай недоволен санкциями и давлением, которые США оказывают на страну. В последние годы Вашингтон ввел экономические санкции в отношении Пекина, которые сильно усложнили отношения между странами. Обострение ситуации вокруг Тайваня из-за постоянных поездок американских конгрессменов на остров, а также решение США выделить военную помощь Тайбэю на 440 миллионов долларов, также не способствует примирению двух держав. 5 июля китайские власти объявили о введении экспортного контроля над Галием, Германией и их соединениями. Вещества используются для производства полупроводников и электроники, а Китай – самый большой поставщик этих металлов в мире. Это был ответ на действия США, которые уговорили Нидерланды, крупнейшего мирового производителя оборудования для изготовления особо тонких микрочипов, объявить о новых мерах по ограничению доступа КНР к передовому оборудованию для производства микросхем. На фоне будущего дефицита редкие металлы активно растут на сырьевых биржах. На прошлой неделе Галли вырос на 27%, а Германии на 15%. 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе прошел саммит клуба НАТО, на котором было сделано ряд заявлений, которые Китай явно не оценил. «Заявленные Китайской Народной Республикой амбиции и политикопринуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР стремится подорвать основанный на правилах международный порядок, в том числе в космосе, киберпространстве и на море», заявили лидеры Альянса. На это заявление официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь посоветовал НАТО не совать нос в чужие дела и прекратить провокационные заявления в адрес Китая. Противостояние Запада и Китая продолжает набирать негативные обороты? Что скажете? Скидка на российскую нефть упала почти на 90% от пика. Скидки кончились, скидок больше нет. Дисконт на российскую нефть для индийских НПЗ упала на 87% и теперь составляет всего 4 доллара за баррель после пиковых значений в 25-30 долларов, а продавцы отказываются от тарифов на отгрузку, чтобы покрыть разрыв с эталонной нефтью марки Brent и обойти западный потолок цен. Для сравнения, еще в январе этого года дисконт, о котором часто писали все западные СМИ, составлял 38 долларов с барреля, а китайские и индийские клиенты скупали российскую нефть, пока была такая возможность. Однако уже сейчас индийские НПЗ переживают, что и нынешняя скидка может скоро закончиться. Напомним, что на сегодняшнее время на российскую нефть приходится около 40% от всего импорта нефти Индии, в то время как до февраля 2022 года показатель составлял менее чем 2%. Кроме того, Москва и Дели начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях, поскольку торговый дисбаланс между странами достиг рекордных значений – 51 миллиард долларов импорта в Индию против 10,6 миллиарда долларов в Россию. На цены влияет сокращение поставок, объявленные Россией, Саудовской Аравией и Алжиром, повышение цен Саудовской Аравии и снижение тарифов на фрах танкеров. Также издание указывает, что сейчас три малоизвестных агентства доминируют в предложениях по доставке и страхованию, подаваемых Россией для поставок в Индию. Они не связаны с глобальными компаниями и могут легко сыграть на тендерах и приблизить себе стоимость российской нефти к цене эталона. Кроме того, Россия продолжает перестраивать нефтяную логистику, которая началась еще до введения нефтяного потолка. После ее введения российская нефть начала тут же доставляться по всему миру с помощью теневого танкерного флота. А меры, принятые государством и российскими нефтяными компаниями, смогли обеспечить бесперебойность поставок клиентам и прибыльность торговли нефтью, несмотря на санкции и запреты. По данным экспертов Института международных финансов Калифорнийского и Колумбийского университетов, после введения 60-долларового потолка российская нефть продолжала торговаться по цене 74 доллара за баррель. Суть схемы в том, что российские нефтяные компании продают нефть в своих портах по цене ниже 60 долларов за баррель, но при этом включают эту скидку в стоимость доставки. Они берут 11-19 долларов фрахта из портов Балтийского или Черного морей, что почти в два раза превышает норму, а нефть выставляется по цене на 1-2 доллара ниже потолка цены. Также компании сами начали организовывать страхование, что опять же снизило расходы. Тем не менее, российским нефтяным компаниям транспортные услуги все еще обходятся дорого. Компании тратят десяток миллиардов долларов ежегодно, однако скоро греческим и мальтийским перевозчикам придется потесниться. По словам вице-премьера Новака, Россия ускоряет постройку своего нового танкерного флота, а также создает альтернативную систему страхования, оценки и биржевой торговли нефтью, не зависящей от западных санкций, котировок и валют. Для поддержания текущих объемов нефтяного экспорта России требуется около 240 танкеров. Сейчас дефицит составляет около 60-70 судов. В плане строительства новых судов до 2035-го, озвученным Минпромторгом, заложены 985 судов, из которых как раз 60 крупнотоннажные. Несмотря на глобальный кризис и замедление мировых экономик, потребление нефти и сейчас на рекордном уровне – 102,3 миллиона баррелей в сутки. По заявлению ОПЕК к 2045 году потребление вырастет до 110 миллионов баррелей в сутки и основной прирост будет за счет Китая. По мнению экспертов, нефть останется значимым первичным источником энергии на планете еще как минимум до 2050 года. Вы как, согласны? Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей. После достижения локального пика 6 июля на уровне 93 рублей 85 копеек, доллар перешел к снижению и потерял более 3 рублей в абсолютном выражении. Напомним, в предыдущий раз доллар торговался выше 93 рублей – 28 марта 2022 года. Ажиотаж на валютном рынке снизился, но при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Аналитики считают, что давление на курс доллара могли оказать российские экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Однако Банк России связал ослабление рубля со снижением валютных конверсий компаниями-экспортерами. Также в Центробанке заявили, что внутриполитические события, в первую очередь мятеж Вагнера, не были существенной причиной недавнего ослабления рубля. В большей мере на динамике российской валюты сказалась конвертация кредитов в портфелях банков. Скорее всего, в ближайшее время пара рубль-доллар будет торговаться вблизи уровня 90 рублей. Тем не менее, восстановление экспортных потоков на фоне сокращения спреда между нефтью марки Urals Brand и переориентация бизнеса с запада на восток, а также закрытие основных авансовых счетов способны привести к укреплению позиции рубля. Так, по мнению аналитиков канала Day Capital, закрепление парой под отметкой 90 рублей станет началом пути в область 85-83,5 рублей. В целом, ситуация неоднозначная. Рубль бьет годовые рекорды падений, государство не торопится регулировать курс, а многие люди, не зная, какой информации верить, бегут закупаться валютой. Конечно, все гораздо проще, когда подписан на проверенные ресурсы, такие как телеграм-канал Day Capital. Day Capital знают, как зафиксировать прибыль в такой нестабильной ситуации. Вот пост с их канала. Это не просто прогноз, а детально описанный ход развития дальнейших событий. Более того, прогноз уже начал сбываться. Day Capital не только держит руку на пульсе волнующих новостей, но еще и делится эксклюзивными разборами геополитических и экономических событий, инвест идеями, а также непосредственной информацией о технологических и финансовых трендах. Помимо этого, команда экспертов канала Day Capital собирают для вас актуальные данные со всего мира и в открытую ведут свой портфель вместе с подписчиками. Вот только некоторые отчеты о недавно закрытых позициях. ММК плюс 11 процентов, Магнит плюс 10 процентов, ВК плюс 7 процентов. Неплохие проценты, правда? Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Американские компании оказались крупнейшими налоговыми плательщиками в российский бюджет в 2022 году. Коалиции групп гражданского общества и Киевской школы экономики провели расследование и выяснили, что американские компании, работающие в России, были крупнейшими налогоплательщиками среди международных компаний в прошлом году. Американские фирмы заплатили 712 миллионов долларов налогов в России в 2022 году, что принесло самые большие налоговые поступления в страну среди всех зарубежных стран, говорится в отчете. Данные также показывают, что 44 процента американских фирм, работающих в России на февраль 2022 года, до сих пор продолжают зарабатывать в стране, несмотря на санкционную политику и громкие фразы. Крупные международные корпорации, в том числе те, которые покинули страну в феврале прошлого года, получили более 213,9 миллиарда долларов выручки через свой местный российский бизнес, в том числе 14,1 миллиарда долларов прибыли, и заплатили 3,5 миллиарда долларов налогов в 2022 году. При этом в докладе указано, что эта сумма существенно занижена. Вторыми по величине налогоплательщиками в России были немецкие компании. В прошлом году они заплатили 402 миллиона долларов налогов на прибыль. Отраслями, которые получили наибольший объем выручки от своего бизнеса в России, были алкоголь и табак, потребительские товары и автомобили. Кроме налогов на прибыль, западные компании, имеющие филиалы в России, платят также подоходные налоги из зарплаты сотрудников, НДС и взносы в страховые компании. Для того, чтобы продолжать зарабатывать в России, компании заявляют, что их продукция является товарами первой необходимости, а ряд компаний вообще отказывается раскрывать информацию, какие именно их товары считаются жизненно важными. Авторы отчета дают рекомендации компании одуматься и немедленно разорвать все связи с Россией. Они также заявляют, что правительство G7 и ее союзников должны заставить бизнес соблюдать санкции, а если не поможет, штрафовать их и ограничить доступ компании к контрактам. Судя по всему, давление западных экономик на бизнес будет только расти. Однако на данный момент из 3000 иностранных компаний, которые работали в России до февраля 2022 года, из России ушли 254, что составляет всего 8%. Около 56% компаний, кто все еще работает в России, даже не объявляли о планах продажи. В числе западных компаний и концернов, не ставших сворачивать бизнес в России, Филипп Моррис, Джапан Табака, Пепси, Данон, Метро, Марс, Проктор энд Гэмбл. А некоторые предприятия даже расширили бизнес в России. В числе таких производитель молочной продукции Ерман, компании Хохланд и Кнауф. Также в публикации обращают внимание, что китайские предприятия стремительно занимают ниши, образующиеся после ухода с рынка западных конкурентов. Ничего личного, просто китайский бизнес использует окно прекрасных возможностей. Центробанки мировых держав забирают свое золото из западных банков. Все больше стран сегодня забирают свое золото из западных банков из-за страха попасть под те же санкции, которые ввел и продолжает вводить запад против России. Об этом говорится в исследовании, которое провела американская инвестиционная компания Инвеско среди центробанков и суверенных фондов. Более 85% из 85 суверенных фондов благосостояния и 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Инвеско, считают, что инфляция в ближайшие десятилетия будет выше, чем в прошлом. Традиционно в таких условиях золото и облигации считаются надежным вариантом, но не в этот раз. Замораживание западом в прошлом году почти половины золотовалютных резервов России заставило многих финансистов поменять свою стратегию. Опрос показал, что значительная доля центральных банков обеспокоена таким прецедентом. Если сегодня так поступили с Россией, то почему завтра так не поступят с ними? На данный момент 68% предпочитают держать золотовалютные резервы у себя дома в тумбочке, в то время как в 2020-м таких желающих было 50%. «Мы хранили золото в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули его домой», заявил представитель одного из центробанков. По словам руководителя исследования Рода Рингроу из Инвеско, сейчас так думают многие. «Если речь идет о золоте, то я хочу, чтобы оно лежало в моей стране. Это объяснение мы слышим как мантру последний год», — говорит он. Геополитика заставляет некоторые центробанки частично отказываться от американского доллара и перекладывать средства в другие активы. Часть респондентов, число которых неуклонно растет, считает, что рост госдолга США отрицательно сказывается на долларе. Однако большинство пока не видят ему альтернативы, как мировой резервной валюте. Почти 80% из 142 опрошенных финансовых организаций считают геополитические конфликты главным риском в следующем десятилетии, а 83% видят проблему в растущей инфляции. Инвестиции в инфраструктуру традиционно сейчас являются наиболее привлекательным для вложения активов. Это логично в условиях кризиса. В любой непонятной ситуации строить дороги, мосты и создавать рабочие места выглядит наиболее правильным решением. Особенно популярны сейчас проекты, связанные с зеленой энергетикой, работающей на возобновляемых источниках энергии. Китай также разочаровал инвесторов по причине недостаточно быстрого восстановления экономики после отмены в конце прошлого года коронавирусных ограничений. Тем временем Индия остается одной из самых привлекательных стран для инвестиций второй год подряд. Компании строят заводы ближе к тому месту, где они продают свою продукцию, и это мотивирует такие страны, как Мексика, Индонезия и Бразилия. Великобритания и Италия также теряют инвест-привлекательность. Высокие ставки, удаленная работа и растущая популярность онлайн-шопинга сделали вложение денег в недвижимость в этих странах крайне непопулярными. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли на первое полугодие. В первом полугодии 23-го года Зеленый банк получил 727,8 миллиарда рублей чистой прибыли. За июнь прибыль составила 138,8 миллиарда рублей, что на 17,5% больше, чем в мае. Однако июньский рост прибыли связан с разовым фактором. В июне кредитная организация продала австрийскую дочернюю компанию, и это положительно повлияло на финансовый отчет банка. У Сбера остается высокий темп роста кредитования в рознице. Банк увеличил свой портфель до 13,2 триллионов рублей, как за счет роста выдачи ипотечных кредитов, так и потребительских. Чистая прибыль ВТБ в первом по МСФО полугодии составила 289 миллиардов рублей. По итогам 2023 года банк ожидает получить 400 миллиардов рублей чистой прибыли. Ключевое – сохранить динамику доходов. Андрей Костин сообщил, что банк сейчас создает новую инфраструктуру по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. В целом, российский банковский сектор, по его мнению, чувствует себя надежно. Напомним, что в июне ЦБ улучшил свой прогноз по прибыли банков в 2023 году. По его мнению, российские банки в 2023 году могут заработать более 2 триллионов рублей. Не зря Герман Грефт советовал покупать акции Сбера. В следующем году главный банк страны может порадовать своих инвесторов очередными рекордными дивидендами. А это значит, что у акций есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Госдума приняла закон о цифровом рубле. Банк России начнет тестирование цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами уже в августе 2023 года. Напомним, что цифровой рубль – это электронная версия рубля. Он не заменит наличные и безналичные деньги, а станет доп. формой денег в виде цифрового кода. Право печатать цифровую валюту будет у ЦБ России, а обменять его на наличные можно будет в соотношении один к одному. Деньги будут храниться в персональных кошельках граждан в ЦБ, доступ к которым банки будут открывать по запросу клиентов. Управлять своими средствами можно будет через обычные мобильные приложения банков. Цифровалюта будет использоваться исключительно как средство оплаты. Выдавать кредиты в цифровых рублях или начислять проценты на остаток и кэшбэк, как это делают банки, ЦБ не планирует. Какие плюсы для нас? Обещают низкие комиссии и высокую скорость транзакций. Оплатить товары или услуги можно будет, отсканировав QR-код или приложив телефон к терминалу, как в старые добрые времена через Apple Pay и Google Pay. Кроме того, цифровой рубль будет нельзя арестовать или заморозить зарубежным странам в случае наложения на него санкций. Илон Маск считает, что к концу десятилетия все валюты будут существовать только в цифровом виде. Почти все мировые ЦБ работают над созданием собственной цифровой валюты. На данный момент в мире всего 4 реально действующих CBDC – на Багамах, на Ямайке, в Восточных Карибах и в Нигерии. Но пилотные проекты запущены во многих странах. СПВ-биржа настроила цепочку безопасного хранения для активов Гонконга. С 12 июня на СПВ-бирже начнутся торги по яме гонконгских биржевых фондов, для которых впервые будет использоваться цепочка дружественных международных депозитариев. Другие бумаги с листингом в Гонконге тоже переведут в выстроенную инфраструктуру до конца 2023 года. Отличная новость для российских инвесторов. Уже запустили ETF. Осталось дождаться, когда в безопасной зоне окажутся остальные акции, и можно не переживать из-за заморозок или блокировки. Как вам такие новости? Управляющая компания «Первая» подала иск на Евроклир на 185 миллиардов рублей. По данным арбитражного суда города Москвы, претензия на сумму 184,8 миллиарда рублей была подана 11 июля к Евроклирбанк. В качестве третьих лиц указаны НРД, Райфайзенбанк и специализированный депозитарий Инфинитум. Напомним, что ранее арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению первый иск против Евроклир от имени частного инвестора, а в конце февраля этого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка Санкт-Петербург Евроклирбанк о взыскании 107,1 миллиона долларов и 489 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Месяцем позже казначейство Бельгии выдало банку Санкт-Петербург лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Евроклир на сумму около 110 миллионов долларов. Однако сомневаемся, что этому способствовала победа банка в деле против депозитария Бельгии в нашем суде. Как считаете? А на этом все. Пишите в комментариях, помирится ли США с Китаем и вернет ли Евросоюз деньги России. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там вы найдете еще больше новостей, отчеты кампании, свежую инфографику и многое другое. С вами был Сложный Процент, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!